Здравствуйте, друзья! Я хочу рассказать вам о еще одной... об одном виде, который имеет право на существование, который даже сейчас некоторые ученые называют между выдрой, бобром и какой-нибудь мышкой, грызуном. Но это неправильно. Я хочу вам рассказать про выхохоль. Это вид, который является эндемиком России, но еще чуть-чуть добавить, в принципе, почти всей Российской империи, кроме... но он любит... У него печальная судьба, как у волка. Значит, издавна люди хотели получить много... получить его хвост, мускатный мех, с мускатным мехом. Вроде на мех вот... ну, сквад такие, когда кладешь его в шкаф, боль перестает его грызть. Ну, а потом... вот... Но сейчас... Теперь это похуже. Во-первых, она иногда запутывается в рыбалонных сетях. Во-вторых... Во-вторых, загрязняются озера. Она любит жить только в чистых озерах. На второй, ну, может быть, один раз сходил человек, открыл его и написал «Озеро белое». Да. Если там все время крики, гомон, беготня людей, машины... Она уйдет из этих мест. Хотя... Куда же? Понятно. Она умирает. Хоть... Лесники тоже очень влияют на погубность в ухле. Потому что они не знают, как к ней относиться. Они не знают, как ее защищать. Они даже не знают, что с ней делать. Возможно, многие даже не знают ее названия. Поэтому, к сожалению, ее осталось всего 10 тысяч. И нужно заняться ее изучением, чтобы возвратить ее. Люди, у меня есть интересный проект. Создание научного центра плюс детской организации, которая тоже будет помогать. Она будет находиться в Смоленской области. Да, есть место. Там же обитает небольшая популяция выхоли. Одна из последних в Смоленских области. Раньше там был заказник, но сейчас он расформирован. Там просто творится без каус. Вот выхоли тоже погибает. Нужно что-то делать. Мой план основать там заказник. Опять, второй раз. А лучше и национальный парк. Потом построить научный центр. Еще мой проект есть. Построить просто безопасный переход для животных у дороги. Он будет как поезд едет. Подходит животное, закрывается шлагбаум, сетка так и открывается. Животное не может побежать на дорогу, потому что там сетка будет выезжать. То есть, как бы там будет в сетке находиться. То есть, он может или назад вернуть, или вперед. Куда он хочет. Вот это, мне кажется, будет один из шагов к предоставлению зверей возможности людей. Вот. Все. До свидания. На сегодня. Огонь. На сегодня все окончено. До свидания. В следующий раз поговорим еще о животных, которые нужно защищать. Редактор субтитров А.Семкин